Есть много мест, которые идеальны для купания и плавания. Бассейны, пляжи и даже малюсенькие надувные бассейны. Но в этом видео я расскажу вам про 20 водоемов, в которые вам лучше не соваться ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что я забочусь о вашей безопасности. Но сами водоемы очень интересные. Номер 20. Озеро Карачай. Озеро Карачай на юге Уральских гор считается самым грязным озером не только в России, но и в мире. В 50-е годы Советский Союз мало заботился о безопасности, связанной с радиоактивными отходами. Озеро использовали в качестве хранилища для этих же отходов. В некоторых участках Карачая так много радиации, что можно умереть через час, если стоять рядом с ним. Власти начали заливать озеро бетоном, так что если хотите рискнуть и искупаться в нем, то лучше поспешите. Пока в нем еще есть вода. Номер 19. Река Ганг. Если окажетесь в Индии и захотите поплавать, не советую купаться в реке Ганг. Из-за быстрой индустриализации Индии эта река стала такой грязной, что участок в 600 километров официально признан экологически мертвой зоной. На этом участке умирает практически любой организм. Так что не нужно испытывать свою удачу. В Ганг сливают человеческие и промышленные отходы. В некоторых местах уровень опасных химикатов в 70 раз выше нормы, а фекальные кишечные палочки в 3000 раз больше нормы. Но река Ганг полна не только промышленных отходов. Каждый год в ней оказывается около 40 тысяч кремированных тел. Как показали исследования, из-за этого повышается риск появления рака и желудочно-кишечных болезней у людей, живущих у реки. Но так как Ганг считается священной рекой, люди все равно в ней купаются, чтобы очистить себя от грехов. Номер 18. Озеро Бойлинг. Название этого озера в Доминике переводится как «кипящее». И оно действительно кипит без перерыва. Все потому, что под водой находится раскаленная магма. Ее, как и кипящую воду, разумеется, лучше не трогать, и тем более не надо там купаться. Само озеро выглядит красиво, и кажется, что это примерно как горячая ванна. Температура воды в нем 90 градусов Цельсия или 190 градусов по Фаренгейту. Номер 17. Колодец Якова. Колодец Якова в Техасе выглядит как место, в котором очень даже приятно плавать. И, в общем-то, так и есть. Этот карстовый источник славится кристально чистой водой, и в нем можно увидеть, что происходит на самой глубине, в отличие от обычных озер. Но в нем также таится опасность. В колодце находятся подводные пещеры и туннели. Неопытные водолазы, которые не осознают, как в них опасно и не имеют специального оборудования для плавания в пещерах, часто переоценивают свои возможности и рискуют жизнью. Здесь уже погибло 8 человек. Номер 16. Река Нил. Река Нил опасна. Серьезно? Но ведь в Принце Египта все ходили в этой реке и даже оставляли в ней младенцев. Да, на самом деле в Ниле живут крокодилы, которые прячутся в мутных водах. Каждый год нильские крокодилы нападают на сотни человек в районе Черной Африки. Для сравнения, в США происходит лишь 16 нападений акул в год. Так что, если не хотите стать обедом или ужином для крокодила, лучше просто оставайтесь на берегу. Номер 15. Пляж Ханако-Пиай. Не стоит отправляться в отпуск на этот пляж на Гавайях. Это правда плохая идея. Кажется, что это простой гавайский пляж, где можно заняться серфингом или ходить в юбки из травы. Но это ловушка. Здесь очень сильное течение, которое привело как минимум к 80 смертям. Пляж настолько опасен, что на нем даже есть дощечка со счетчиком смертей. Номер 14. Пузырчатый ручей. Такое название кажется очень милым. Этот ручей мог бы находиться где-нибудь в мире Властелина колец. Шире, а не Мордоре. На самом деле пузырчатый ручей – часть реки Чикаго. Боня по соседству сливала туда кровь, навоз, мочу и остатки мяса на протяжении 100 лет. В ручье действительно есть пузыри. И это результат разложения мяса. Река стала настолько грязной, что в ней почти не осталось живых обитателей, и есть только трупы и отходы. Как выяснили ученые, дно ручья покрыто слоем останков почти в метр толщиной. Номер 13. Самоясанская дыра. Самоясанскую дыру называют черной и листой дырой смерти. Это самое глубокое место для погружений в Сиамском заливе. Его глубина – 85 метров. Если вам хочется погрузиться в эту дыру, то приготовьтесь к сильным течениям, проплывающим мимо танкерам, плохой видимости и барракудам. Военно-морской флот США сваливает в эту дыру старые мины, так что есть вероятность того, что вы врежетесь во что-нибудь опасное и взорветесь. Номер 12. Орлиное гнездо. Если просто стоять у воронки Орлиное гнездо во Флориде, то кажется, что это обычный пруд. Но если погрузиться под воду, то вы увидите шахту, которая ведет в подземные коридоры и пещеры, которые больше, чем футбольное поле. Максимальная глубина воронки – 95 метров. В 1999 году ее закрыли из-за 10 смертей. Через 4 года ее открыли, потому что некоторые люди очень любят нырять в подводные пещеры. Теперь в одной из пещер стоит вот такой жутковатый знак. Номер 11. Водопад Кипу. Мне хотелось предупредить вас об опасности водопада Кипу на Гавайях, но никто не знает, что это за опасность. Здесь утонуло несколько человек, но никто не может сказать почему. По словам очевидцев, люди просто плавали, а затем внезапно начинали паниковать и тонуть. Их тела исчезали, пока их не вытаскивали со дна уже мертвыми. Некоторые считают, что это водяной дух Муу, но другие полагают, что это просто водоворот. Номер 10. Река Амазонка. Есть множество причин, по которым плавать в Амазонке – плохая идея. Там плавают анаконды, которые могут оставаться под водой 10 минут, и пираньи, которые разорвут вас в клочья, а еще электрические угри, удар которых равен 600 вольт, а это в 2,5 раза больше, чем в обычной розетке. Но об этих монстрах вы наверняка слышали. А знаете ли вы про ванделию? Это маленькие рыбки, которые размером не больше спички. Кажется, уже достаточно доказательств того, что в Амазонке не надо купаться. Номер 9. Озеро Виктория. Озеро Виктория выглядит как самое обычное озеро, но на самом деле это один из самых опасных водоемов в мире. В среднем здесь за год умирает 5000 человек. Это африканское озеро так опасно, потому что у него есть свой мини-климат, из-за которого погода меняется от хорошей к плохой очень быстро. У местных жителей нет выбора, им приходится рыбачить на этом озере ради заработка. Непредсказуемая погода часто переворачивает лодки, и люди оказываются посреди моря в шторм. Номер 8. Озеро Хорс-Шу. В калифорнийском озере Хорс-Шу вода, в общем-то, безопасна. Но вы поймете, что с ним что-то не так и еще до того, когда идете до берега, потому что заметите, что сотни акров вокруг озера покрыты мертвыми деревьями. Несколько землетрясений в 89-м и 90-м году привели к тому, что в воздух попало опасное количество угарного газа. На самом деле, район вокруг озера по большей части безопасен. Но газ может выделяться внезапно, из-за чего несколько человек умерли здесь от удушения. Номер 7. Риотинта. По Риотинта в Испании сразу видно, как опасна эта река. Ее воды красного цвета, так что вы, скорее всего, испугаетесь еще до того, как окунете в Риотинта свой палец. В этой реке очень много кислот. Это настолько странный водоем, что ученые изучают его, потому что считают, что похожие условия существуют на спутнике Юпитера в Европе. Номер 6. Хансбай. Хансбай в Южной Африке не зря назвали столицей акул. Разумеется, не надо плавать в водоеме, который называется столицей акул, если вы не свихнулись, конечно. Здесь так много акул, что сюда со всего мира приезжают туристы ради безумного аттракциона – дайвинга в клетке среди акул. Если хотите увидеть этих хищников, вам точно сюда. Если в США на миллион человек приходится две сотых нападения акул, то в Южной Африке целых пятнадцать сотых. Номер 5. Плотина гувера. Плотины вообще не созданы для плавания. К тому же, купание в таком месте, как плотина гувера – это уголовное преступление, так что вы даже можете оказаться в тюрьме. Но есть и более серьезная причина – невероятно сильное течение. Потому что это не обычная вода. Это вода, которую использовали для создания электричества. Ну что, все еще хотите здесь поплавать? Два года назад туристы из Уэльса Эрна Хьюза арестовали за плавание в плотине гувера. По словам властей, он единственный человек, который выжил в плотине. Всех других засасывало в водозабор. Но вас также может засосать и в водосброс размером с раструб гигантского колокола. Скоростной полет вниз обеспечен. Номер 4. Река Читарум Река Читарум в Индонезии – одна из самых загрязненных рек в мире. Основная причина этого – 5 миллионов человек, которые живут на ней. А люди производят много отходов. Представьте, если бы через ваш дом, в котором вы не убирались целый год, протекала река. Кроме того, соседние фабрики используют Читарум для того, чтобы сливать токсичные отходы, из-за которых река наполнилась свинцом, ртутью, мышьяком и другими опасными веществами. Номер 3. Голубая лагуна В Голубой лагуне в Дербишире уровень кислотности составляет 11,3. Если вы не знаете химию, то это мало что вам скажет. Но, к примеру, у отбеливателя этот уровень 12,5. Это не просто вода, которая больше похожа на хлорку, чем на обычную воду из-под крана. Помимо этого, она голубого цвета из заедких химикатов, содержащихся в камнях. Несмотря на знаки, предупреждающие об опасности, люди все равно купаются в этой красивой воде, дошло даже до того, что лагуну покрасили в черный цвет, чтобы люди в ней не плавали. Вообще-то, это очень хорошая идея, и ее можно было бы использовать и в других водоемах из этого видео. В Голубой лагуне также много машин, мертвых животных и человеческих отходов. Так что, да, ее не зря перекрасили. Номер 2. Остров Риюньон Риюньон — это французский остров в Индийском океане. Недавно он стал лидером по нападению акул во всем мире. Помните, как я сказал, что в Южной Африке акулы нападают часто, и там на миллион человек приходится 15 сотых нападений? Так вот, на Риюньоне 8,28 нападений на миллион. Здесь произошло 39 нападений акул, и 19 оказались смертельными. Никто точно не знает, почему этот остров так полюбился акулам. Возможно, это из-за рифа, который привлек больше рыбы, а значит, больше добычи для хищников. Номер 1. Ручей Стрид Ручей Стрид из Йоркшира, пожалуй, самый живописный водоем в этом видео. И он выглядит, как красивый ручей с открытки. К сожалению, на самом деле здесь погибло немало людей. У тех, кому не повезло упасть в этот ручей, практически нет шансов выжить. Все из-за того, что в Стриде есть быстрые и невидимые течения, а под водой лежат острые камни, о которые ударяются люди. Кэролин Робертс, профессор окружающей среды из Лондона, заявила, что Стрид убивает из-за геоморфологии, формы канала, на которую влияет природа камней, по которым течет ручей. Она добавила, что водовороты захватят тело под водой и утянут ко дну или к берегу, а из-за сильной турбулентности человек быстро потеряет сознание. Здесь точно нельзя играть. Хуже всего, то, что ручей выглядит безобидным, и кто-то может попытаться перепрыгнуть через него и соскользнуть в воду. Это верная смерть. И такое вполне вероятно, потому что берег окаймляет очень скользкий мох. Итак, теперь вы знаете об опасных водоемах. Ну что, рискнули бы окунуться в какой-нибудь из них? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok